Так, кто же был единственным союзником Советского Союза в той самой Великой Отечественной войне? Друзья, ссылка на источник находится в описании или, скажем так, я оставляю под этим видео. Поехали! Вторая мировая война. Ну, я бы сказал так, сложно составной процесс борьбы, ну, как минимум, двух крупных важных блоков, который сложился тоже по себе ситуативно. Союзники, в кавычках, ось, так называемая, в кавычках, это набор стран, которые имели разные режимы, разные идеологии, разные интересы в мире. На определенный момент часть интересов оказалась общей. Возник такой, знаете, ситуативный союз, который исчерпал себя еще даже до окончательной победы. Великая Отечественная война – понятие более узкое по целям и временным рамкам. Это борьба Советского Союза с нацистской Германией и также теми, кто были ее союзниками в той самой Великой Отечественной войне. Надо вспоминать и надо помнить про программу так называемого Ленд-Лиза, которая не предлагала никакой благотворительности. Англосаксы, которые ограбили почти две трети планеты, начав с работорговли и закончив распродажи демократии, ну, скажем так, меценавством не особо-то и блистали. Ленд-Лиз работал и в обратную сторону тоже. США получили от СССР сырья на 2,2 миллиона долларов. Преимущественно это были лес, руда, марганцевые и хромированные различные элементы, золото, платина и многое прочее. Шаг позволил не сильно-то, скажем так, именно взлететь в долги. Китай 180 миллионов по сей день не отдал. Как и мы, Российская Федерация тоже должна штатам порядка 100 миллионов. Хотя Союз набрал корзину на 2,6 миллиарда. Но на уровне государств только одно осталось нашим преданным другом. И как это, думаете, были кто? Конечно, это были монголы. Я бы сказал, крошечное, бедное. Вот эта вот страна дала Советскому Союзу все, абсолютно все, что имела. Тувинскую республику мы вынуждены отмести в сторону. Там спорные вопросы в рамках отношений с Китаем. Был факт предательства или нет, не надо браться судить, потому что данных мало, история сама все рассудит. Но нужно теперь помнить, что в 41-м и как минимум по 43-е годы из Монголии в Союз ушло аж целых 8 эшелонов. В самый критический момент поставки шли всю войну. Историки, например, Второй мировой войны, гораздо танки считать и гораздо считать самолеты. Но не ими же только один был жив фронт. Там же, в конце концов, не терминаторы воюют. Поэтому, что предоставила Монголия? Это были полушубки, валенькие, меховые рукавицы, одеяло, жилеты, шестерные носки, фуфайки, различные ремни, всякая прочая обувь. Но главное, то были лошади. Без них никак в то время, сами понимаете. Бриты и американцы даже при всем своем желании этого не могли дать, если даже бы и хотели. А вот Монголы дали более 500 тысяч лошадей, подумайте сами. А ведь это кочевники. У них забрать столько коней, ведь, понимаете, для них это шерсть, мясо. В конце концов, это все равно, чтобы вырвать кусок изо рта их собственных детей. Мы слышим много лишнего в День Победы и часто в таком, знаете, либеральном духе. Как бы чествуем Запад. Но на самом деле, почему-то мы чествуем совершенно не тех, кто этого достоин. Склоните головы и помяните хотя бы тех, кто отдал абсолютно все и не кричит об этом на BBC. Продолжение следует...